Дети, привет всем! Привет всем! Дети заняты, потому что дети... Мы сейчас играем. Привет всем! Привет всем! С возвращением нас! Привет всем! Ой, папа тут даже. Пока готовится кушать, доваривается, мы решили с Алисенком поиграть в классную игру. Триомина называется. Я вот сейчас. Та-дам! Триомина. Сейчас поиграем, пока доготовится, и потом... Время-то сколько уже? Будем кушать. Рафика на теннис. Алиса сегодня дома, потому что у нас болело несколько дней. Никакой сегодня гимнастики у нас не будет. Так что отдыхаем дома. Спортсменка моя. Рафика на теннис. и в я Па-па-па-ра-па, я выиграла. Можешь вот по-моему, Рафаэль. Ты выбираешь и эту женщину? Зачем на тебе? Не нужна она тебе? А Рафаэль выбирает эту, эту и вот этого. Кто это у нас? А почему его? Потому что рыбалка. Потому что знаем того мужчину, он держит озера, где на рыбалку ездить можно будет. Он из-за этого. Вот, ну так вот наш... Та-дам! Наша избирательная, можно сказать, такая программа началась. Давай покажем, Алис. Ну, похвастаемся. Ну что ж, кто знает, что я ушла в политику, вот, пожалуйста. Начались этапы все. В прошлом воскресенье мы развозили по почтовым ящикам наши. Как их называют? Наши дипроспектюзи. Господи. Рафочка, не перебивай меня музыкой, так голова не работает, ты еще и перебиваешь. Так мне критикуют плохо, говорю по-русски, вообще заклюют. Господи, ну скажите, как называют? Рекламная, наверное, да, компания? Не рекламная компания, а... Короче говоря, сами догадывайтесь, чтобы потом не говорить, что я плохо говорю. Вот, ну как бы показывает, что это наша группа. Вот, господи, так виднее будет наша группа. Вот, и по отдельности каждого написано, кто чем занимается, где работает, сколько лет, сколько детей, жена, разведенный. И чем-то еще или на пенсии. Вот, ну и здесь наша программа, и здесь такое вот предложение, что написано, если бы я был выизбранным бы, что бы я сделала? И подают свои идеи. Вот это дело нам. Будем и каждый вторник и воскресенье стоять на рынке, на местном. Я мешаю, я поняла. Вот, и будем, люди будут приносить нам вот такую коробочку, складывать их идеи. Вот, так что началась наша компания вовсю. Так, ну что, смотрите, что приготовила на обед сегодня. Мургур. Мургур. Мургур, вкусно пахнет. Здесь у меня мангольд. В этот раз я сделала не со сметанкой, а с томатным соусом. Полчаса мои томаты перемолотые были достала. Газомороженый уже готовый соус. И здесь фуну, это получается. Ха-ха, фуну, это. А нет, анис, по-моему, так. Короче говоря, на еду гляну, как называется по-русски. Вот, курочка, грудка куриная с этим, с овощем, этим корнем. Фуну, посмотрю, как по-русски называется. И тоже по томатным соусам. Вот, так что такое у нас блюдо. Всем приятного аппетита! М-м-м, без аппетита лети-то. Так, ну все. Своих всех выпроводила. Накормила, выпроводила. Арно повез Рафаэльчика на теннис. И с Алисой они поехали покупать новый такой вот шар. Потому что этот шар я заберу с собой на работу. Чтобы для спины он очень хорошо на работе будет. Ой, сидеть и работать. Ой, так вот не знаю, как я буду на нем ездить. Надеюсь, не буду сваливаться с него постоянно. Вот. А Алиса очень захотела себе такой же точно шар. И Арно говорит, поехали, я тебе куплю его. Так что они помчались в декад, ну, в магазин спортивного инвентаря, одежды и всего остального. Вот. А я по хозяйству осталась. Ну, навела порядок. Немножечко провела мою кухню в порядок. У меня в кладовый порядочек теперь. Вообще, у меня очень много изменений за последний месяц. Сейчас я расскажу. Скажу мою красивую кладовую. Оп. Арно мне сделал красивые полочки здесь. Надо будет мне их подкрасить чуть-чуть. Миленькие, чтобы здесь он срезал. Вот. Так что теперь получше как бы порядок у меня здесь. Ну, еще далеко до идеального, наверное, подрядка. Вон здесь у меня он чайот прорастает. Как бразильский огурец, так его называют. И здесь я полочки купила. Установила здесь полочки. А сюда перенесла, которые у меня были, пластиковые коробки. Так что мне вот здесь прям так хорошо все под рукой. Вот этих коробочек таких. Ну, этих пластиковых коробках, да, так называется. Вот. Так что в кладовую... А, еще мне Арно сделала вот такую вот классную полку наверху. Тоже, тоже у нас много чего мешало. А сюда как бы положили и не мешает. Такое, которое не нужно будет доставать. Вот. А по кладовую показала. Кухня навела порядок. Такое темно у нас. Вот. Со светом лучше. У нас очень такая плохая погода. Дождик. Серо. Грустно. Вот. Эп. И... Сейчас покажу, какая погода. У-у-у. Дождь, дождь, дождь. Вот. Сыро. И... К чему я... Ой, темно. К чему я? Опять забываюсь. Я забываюсь, забываюсь, что я скажу. Апля. Вот здесь у нас новый житель. Рассказываю вам, показываю. Правда, его не видно. Он спрятался у себя в домике. Надо будет уже помыть ему его клеточку. У нас хомячок называется Бризуеву назвала Алиса. Это был подарок на Новый год ей. Спортом занялась более активно. Так как вечером приезжаю поздно, собрание. Ну, нет. У меня времени заниматься на улице спортом. И также в зал спортивный нет времени ходить, честно говоря. Ну, вот я... Арно мне прикупил вот такой вот аппарат. Так что теперь каждое утро рано. Просыпаюсь пораньше на полчаса и занимаюсь утром рано. И также вечером занимаюсь. Ну, мне мой массажист, остеопат сказал, не занимайся вечером, но по-другому мне иногда не получается. Не занимаюсь вечером. Потому что сказал, что и так у тебя проблемы со основным. И еще плюс тому же... Оп-ля, переворачиваюсь. И плюс тому же, да, проблемы со основным и то, что я вечером занимаюсь, буду спортом, как бы активировать такую себе энергию, можно сказать, и буду еще хуже спать, чем сплю. Так, плохо. Вот. Так что вот такие вот работы потихонечку-потихонечку. Немножко новая порядок. В моем ателье точно так же разобрала. Вот сейчас осталось навести порядок в моих тканях. А так, в принципе, неплохо уже разобрала. Установила по новой немножко машины. Здесь у меня целая куча, что нужно отремонтировать. Тоже нужно заниматься этим делом. Ну, хоть немножко переврала, навела порядок здесь тоже. Вот. Так что работы, как всегда, в любом доме, у любой хозяйки хватает просто выше крыши. Какие изменения у нас за этот месяц, моего отсутствия? Ну, мы... Почему я начала наводить порядок, честно говоря, мне это помогло то, что мы наняли человека, который помогает мне по уборке. Не мне, в принципе, Арно, потому что я уборкой никогда не занималась. В принципе, Арно у меня занималась уборкой. Вы-то знаете прекрасно. Я убирала только так выходные, когда у меня видят, что все уже засрались, по-русски говоря, а дальше некуда. Тогда я начинала наводить порядок. И так, в основном, Арно этим занимается у нас уборкой. Вот. И чтобы помочь Арно, облегчить его, как бы, будни, и плюс, чтобы я выходные не гребла, не гавкала, а как бы все было спокойно и без всяких-всяких конфликтов на этой почве, мы решили взять помощницу по дому. Так что у нас помощница по дому 2 часа в неделю убирает. Очень, конечно, мы так рады этому. Да, это стоит стоимость, но в этом есть свои плюсы, потому что мы платим много налогов на доходы. И поставлю какой-нибудь там держать, буду стоять. Эп. Вот. Мы платим немаленький налог на доходы, плюс у меня сейчас зарплата увеличилась, после того, как я подписала свой контракт новый на 35 часов. Вот. И, ну, чтобы снизить немножко налоги наши, и плюс к тому же, ну, помощь по дому. По поводу помощницы по дому, как можно снизить налоги, я думаю, не знаю, интересно вам это или нет. Если интересно, пишите, я вам расскажу, почему это выгодно нанимать человека. потому что, например, мне она обходится 12 евро в час, плюс я 12 евро плачу налоги за нее. Получается, она мне обходится 24 евро в час, помощница по дому. Ну, половина этой стоимости мне возвращает государство. Ну, получается, 12 я плачу ей на руки, 12 я плачу государство, и потом в конце года мне 12 евро за каждый час возвращает государство, потому что, чтобы уменьшить мои налоги, наши налоги. Так что в этом есть тоже выгодно. Но если интересно, я расскажу как-нибудь подробно. Ну, если, конечно, это кому-то интересно. Это как бы такое сильное изменение, и оно мне дало такой толчок наводить побольше порядка в доме, потому что мы, честно говоря, засрались, по-русски говоря. Вот много чего покупала, много чего у меня лежало, стояло, ненужного. И она пришла, говорит, ой, вот там вот невозможно пыль протереть, потому что слишком много чего стоит там, там, там. Короче говоря, она мне дала такие направления. И мы начали разгребать наш дом, разгребать, выкидывать. Мы просто выкидываем просто огромным количеством вещей просто огромное. Что-то выкидываю, что-то плохое, уже испорченное, что-то я отдаю, вымоюсь. Вот таким вот образом как бы, ну, не все выкидываю. Ну, то, что испорчено, выкидываю, а что хорошее, то я отправляю и моюсь. Короче говоря, вожу сумки каждую неделю, огромные сумки и вещи, и игрушки, и всякие какие-то, не знаю, пылесобиратели, как я называю, всякие там, не знаю, какие-нибудь игрушечки пластмассовые, знаете, привозим сувениры, или там нам присылают сувениры, вот таким вот образом. Я считаю, это пылесборник теперь. Так что все это дело вообще отправляется в Эмайвис. Не продаю, сейчас скажут, есть же такие всякие вид грунье, французские барахолки. Нет, нет у меня времени на вид грунье найти на барахолке, собирать все это, отправлять, ездить в выходные. Нет у меня времени, так что прочитаю отдать. Люди потом продадут в этом Эмайвисе, заработают денежки, и как бы это им поможет. Вот, такие у нас изменения, но что еще? Ну, к тому, что я вернулась. Я не буду здесь извиняться ни перед кем, что ушла-ушла, мне нужен был отдых, как бы такая детокс от интернета, детокс от ютуба, детокс от всего электронного, потому что я очень много времени проводила в компьютере, в интернете, и я очень много занялась именно развитием детей, чтобы они русский язык хорошо учили. Вот, музыкой. Но музыкой, конечно, гораздо меньше, больше сейчас русский язык. Для меня это самое главное сейчас, как сказать, что было достижение у моих детей, чтобы они наконец-то начали хорошо читать, писать и понимать русский язык, чем я сейчас очень сильно занимаюсь. У них преподаватель раз в неделю. Занимаемся, ну, вы уже видели в моих предыдущих видео в декабре. Вот они за два месяца практически, да, два, два с половиной месяца они мне начали писать, читать, заинтересовались очень сильно, очень хороший преподаватель, просто замечательный. Оксана, спасибо, если ты нас смотришь, не знаю, смотришь или нет. Конечно, ты дала такой огромнейший, она нам дала огромнейший толчок моим детям, чтобы еще лучше учить русский язык, желание. Вот, нужно, если кому координаты, пишите, напишу, поделюсь с огромным удовольствием. Оксана мне позволила делиться ее координатами. Так что пишите, кому нужен хороший преподаватель русского языка для ваших деток, поделюсь. Вот, так что такие вот у меня новости. Видак по поводу того, что я не буду извиняться ни перед кем, потому что сейчас мы уже начитались, кто читал какие-то комментарии, что бросила, ушла, покинула, ушла, да, ушла отдыхать, ушла. Я считаю, что каждая имеет полное право отдохнуть, как сказать, от всех этих бытовых всяких проблем, ну, от всего, как бы я взяла себе отпуск на месяц. Да, я написала сразу, потому что были моменты, думаю, сейчас сяду, сделаю видео, сейчас сяду, сделаю видео, каждый раз вечером, нет, сил нету, не буду. И так бы все это откладывалось, 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 и не получилось делать видео. Накопилось очень много материала, которые нужно сесть и смонтировать. Теперь я думаю, а нужно либо монтировать, потому что все-таки это прошедшее, хотя, может, если кому-то интересно, как прошли у нас праздники, также напишите, если интересно, то сделаю это видео кратенько о наших подарках, о наших праздниках. Ну, кто на Инстаграме тут видел наши праздники, в сторис я показывала. Почему на Инстаграме я все-таки осталась, потому что Инстаграм это гораздо проще, чем Ютуб, на Инстаграме снял, тут же выставил коротенькие видео. На Ютубе нужно сидеть, чтобы у меня получилось 15-минутное видео, мне надо потерять 2-3 часа. 2-3 часа, да, вот вы думаете, что все так легко и просто, на самом деле я тоже так думала, когда я начинала вести свой канал, что просто записал, смонтировал, выставил. Записать легко. Смонтировать вот это самое сложное, выставить тоже легко, потому что нажал и пошло. А вот именно монтаж видео, это огромный труд, просто физический труд, сидеть, терять время, очень много времени уходит, потому что я бы эти 2-3 часа на другое что-то потратил, что я и делала. Этот месяц я тратила на совсем другое время, на другие, можно сказать, дела, дела, развлечения, на отдых в первую очередь, на отдых, потому что мне нужен был отдых. Я в нем нуждалась. У меня очень много было, этот месяц много проблем по здоровью тоже. Проблема у меня была, может, я бы не сказала персональных, но друзей потеряли мы, я потеряла подругу хорошую, которых бы я не хотела рассказывать, из-за этого тоже, знаете, некоторые вещи я не рассказывала и не буду рассказывать, как, например, потеря друга. Это, считаю, должно остаться как бы при мне, мои проблемы, мои переживания, которые я не должна была делиться с вами. К сожалению, может быть, не знаю, кто как воспримет это. Вот, так что потихоньку-потихоньку вернусь, конечно, не так, как раньше, не так, как интенсивно, как было раньше, постоянное видео. Может быть, раз в неделю, раз в две недели я буду выставлять видео, потому что, вы знаете, что я еще плюс тому же подалась в политику. У нас сейчас предвыборная компания, очень много это времени занимает. Вот я вот с утра встала, я уже начинала там работать. Сегодня я не была на работе, потому что Алиса у меня болеет, я сидела дома с ней. Вот, и утром рано встала, куча имейлов, нужно было ответить, нужно было посмотреть, что-то там подписать, заделать, отправить. Короче говоря, работы полно. Плюс собрание, плюс по выходным мы на рынке находим, в публику, так сказать, в массы. Вот, выходим, отвечаем на вопросы людям, нашу программу объясняем, какая у нас программа предвыборная. Короче говоря, работы очень много, и из-за этого, как сказать, нужен был отдых, потому что я вечером приходила, не было времени заниматься с монтажем. Но одно было желание быстренько завалиться и спать, потому что утром нужно было просыпаться, идти на работу. На работе тоже очень большой завал. Вот месяц отсутствия на работе, конечно говоря, очень сложно было поймать, как добить до конца, чтобы было все идеально. Но не получалось. И не получается, и не получится, потому что нам еще давали, еще работу добавили. Короче говоря, вот, все сводится к тому, что мне нужен был отдых, я этот взяла. Кто понял, спасибо, кто не понял, и сказал, я подписываюсь, я вам говорю, спасибо, что вы мне это написали. Я узнала, кто есть, кто и какой, кто что обо мне думает. Любая критика воспринимается мной нормально, потому что любая критика мне помогает двигаться вперед. Я люблю критику. Конечно, критику, как сказать, нормальную критику, а не то, что некоторые писали. Даже им я спасибо говорю, и говорю, ребят, ну, не нравлюсь я вам, плохо говорю по-фарварусски, что там еще плохо, что там еще чего плохо. Не знаю, что плохо. Не знаю, что для вас плохо, что-то для кого-то хорошо, для меня, может, это хорошо, для вас это плохо. Ради бога, есть очень много влогеров, которые интересные, умные, умнее меня, которые живут во Франции, которые выпускают регулярно видео, умные, позитивные, не знаю, какие видео, не такие, как у меня, как мне сказали говно в видео, ну уж извините, говно, значит, ну не смотрите, не нравлюсь вам, не смотрите. Я никогда не думала, что я вам всем скажу такое вот, что не нравлюсь, идите дальше. Ну вот мне вот вынуждена теперь сказать, кому не нравлюсь, ребят, ну не нравлюсь, отписывайтесь, идите дальше. Не надо мне тут писать, что я такая раз такая. Я такая, вот, какая есть. Ну, не изменюсь я, значит, я такая плохая для вас, но для кого-то я хорошая. Вот. Самое главное, чтобы я хорошая была для моих семей, для моих детей для моего мужа для моей семьи для моих родителей все остальное ну не нравлюсь извиняйте есть многие другие гораздо интереснее и умнее и не знаю как начитан не может быть что говорят более правильно вот на франк на русском так что вот такие вот дела уж извиняйте такие такое видео так что высказалась и пошла дальше работать сейчас попробую немножко поработать хотя бы часик или может быть сейчас прям сразу выхожу наверно прямой эфир потому что ждут прямой эфир или может вечером прямой эфир короче говоря сейчас поделюсь как чего и как время сколько у меня даже часов нет собой на часа три уже и может быть начались выйду в эфир если сейчас и позволит меня этот связь сотовая ой сотовая интернет потому что как нас плохая погода почему-то проблемы с интернетом если бы нормальная связь и трусники вот и когда мне разобрать белье вот и и какие есть вопросы расскажу покажу и после моего прямого эфира выпущу вот это видео вроде бы только что пообедали на такого кучу полтора готовила кушать но я несколько блюд наготовила редко готова в последнее время не была возможность готовить несколько блюд было времени чтобы уделить на несколько блюд а что ты готова сразу несколько блюд и громко да вот и все утро практически провела на то его обед после по бедре все выдравилось все чистенько аккуратненько полдник приехали полдник ладно рука чашки до помыть вот так вроде полдник закончили человек приехал посмотрел нам рассчитал сколько нам будет стоить это там сплит-система ну чтобы игре и отопление было и холод делала не просто к один холод как бы вот климата кондиционер вот еще название некоторые вот чтобы рассчитал по болтали по то все как говорится время пролетело время уже уже готовит елки-палки ну что за жизнь такая-то жрать да спать жрать да спать вот блин а ладно такая жизнь так и живем покушать приготовить по убирать постирать погладить и ну поработать ну еще биться себе озвучение сделать но мы вообще честно говоря в последнее время тоже как бы насчет этого сорно решили меньше за за так сказать все делать все мозги до мать мозги мы выходные все реже кушаем дома и все чаще кушаем его где-нибудь вне дома даже если просто пойдем купим сэндвич и сядем где-нибудь на природе покушаем сэндвич обычный но как бы стараемся себя как дать себе отдохнуть от всех этих готовок вокруг ворота постоянного вот так что я же говорю мне этот месяц только было перед перед их в голове при переворотов при не только у меня варно тоже определились как лучше сделать для семи что было всем уютно удобно и комфортно так что что сейчас буду готовить ну я хорошо что уже сутки с утра подготовила и проварила чает вот так что все всем ветчины кусочки обжариваю чает туда замыла господи из лучок сначала туда же чает и сделаем запеканку но я же показана еще раз покажу кстати давайте я вам покажу в холодильник что у меня творится теперь в холодильнике смотрите у меня все теперь сбив раха с этими салфетки восковые здесь у меня лучок ты завернутый здесь колбаска ведь им прода колбаску купила в пластике но он ведь и заворачиваю вот такую да у меня остатки чего-то перемешки что ли здесь у меня сейчас лучок тоже заверну здесь у меня капуста кали куплено в моей мешочке ведь я на рынок поехала купила вот в мешочке вот что я вам рассказывала вот вот они затем закрыл их господи набрал и храни таким образом зависть закрыл здесь с одной руку неудобно потяну часто пробую закрыл и готова вот там не зеленый салат хранится здесь продан дива я купила цикуре купила точнее я это орнок дар но ездил за продуктом я стараюсь покупать без упаковок а но у меня щеку еще никак не перейдет тяжело его здесь он тоже на а это же вот это хотя на ужин готовить щелки-палки и она сейчас это приготовлю на ужин ой господи мозги вообще не знаю куда они ладно вот и ну и здесь видите тоже закрыто все в такой упаковочке конечно еще очень много очень и вот такие все мне вам упаковки все стеклянные все мне пластик только крышечка явным им накрывай когда уже холодное блюдо потихонечку потихонечку конечно очень сложно делать сразу все вот но постепенно постепенно дойду я тогда иду до моей намеченной цели вот начинается у нас трудные дни файл готовит экспо не знаю по-русски как-то экспо получается ему дали задание по по про мост написать текст распечатать фотографии рассказать завтра в школе пройти мост подростков детки с расцвет матрешка мая что делает чё там собирает собирает да он чё там малость мы и сегодня припозднили с домашними заданиями ну правда рафа тоже последний момент сказал что можно подготовить экспо эх ладно написали текст теперь дай ему перекопировать его распечатала фотографию про мост время уже 15 минут девятого души в кровати мы еще не спешим ладно не страшно бывают такие исключения исправил алисанька свет включая кутик темно уже рыбка моим руки короткие да не достаешь давай включил пожалуйста алиса у меня читает книжки пока что рафальчик доделывает свои домашние задания на лиске ты уже порядка наверное здесь такой кавардак был сумасшедший нотные ли пришла нам ска вы знаете здесь такая пыль собирается нехорошо для ребенка думают права ведь она так что убрала в основном все очень мало чего оставила по мелочи практически ничего что не было и кое-что стало теперь на или будет проще вытирать пыль а тут все переставлять нужно было наставить матрешку пизу мою неваляшку когда я маленькая была дети мы играли с ней еще и внук ему правнуков надеюсь достанется эх люблю такие сувенирчики на память но и здесь тоже понавили порядок немножечко более-менее это вообще был раскордак раскордачи щи вот а доме куда-то я у алисы спрашивала давай его кое-нибудь дадим продадим на что хочешь то и сделаем с ним нас начала хотела потом не хотела потом опять хотела потом не хотела в конце концов сканет нам я его оставлю когда подружки приходят буду с ним играть то что стоит дом занимает место когда подружки приходят играют смотрите какой интересный был на новый год подарок мне так нравится это кукла такая вся стильная такие штанцы мишу больно понравились че себе такие шить моднячие прикольно так одеться вау ну а я тут доготавливаю мой завтрашний ужин чтобы арно немножко меньше работы было так что сейчас просто на что все обжарю она написала рецепт соуса вы будете дамку только перемешать с с мукой и сыром перемешать и залить его уже в готовом блюде за я выложу в отдельное блюдо нужно будет залить только сметанкой и духовочку поставить такой будет у нас уже на завтра из чай это бразильский огурец но пока он тут тушится рамочка дописывает а я пока пойду позанимаюсь моим спортом вот это дело конечно удобное это дело удобно давай давай работай ой какие ноги гола где твои носки чубрашка вам только заметила вот так что делает удобная классно то что можно дома пыть и заниматься спортом пока но дело делается второе мне же нужно мне нужно всегда одна дело два в одном даже если можно три в одном по-другому никак не получать все пока-пока